Закон Моисеев Зачем была дана Тара, мы коснулись очень важной темы Связи закона с грехом Которую Раф Шауль описал в первом послании Коринфянам такими словами Сила греха – закон В переводе Давида Стерна написано, что грех черпает свою силу в Таре И отсюда название сегодняшней нашей программы – «Усилитель греха» Закон придает силу греху Я прошу прощения за помехи звуковые, которые, возможно, вы сейчас слышите Здесь, рядом с нашей студией, в соседнем помещении идет ремонт И, к сожалению, мы никак не можем предотвратить эти помехи и устранить их Поэтому прошу прощения Я повторюсь, мы говорим о том, что, как пишет апостол Павел Или Раф Шауль в первом послании Коринфянам, 15 главе, стих 56 Закон придает силу греху И, то есть, между законом и грехом, получается, есть вот такая очень интересная связь И, прямо, надо сказать, странная связь Ведь закон отражает святость самого Бога И дан Израилю, чтобы осветить Израиль, а не осквернить его Но эти слова Павла указывают на то, что получается как раз-таки наоборот То есть, закон святого Бога, оказывается, не уничтожает грех, не разрушает грех А усиливает его И тут, конечно, мы должны остановиться и хорошенько подумать Потому что уж слишком абсурдно это звучит Кроме того, если закон усиливает грех То отсюда, очевидно, следует, что закон – это что-то плохое Но мы с вами знаем, что закон свят Попробуем выяснить, в чем тут дело На первый взгляд, эти слова Павла не только абсурдны с логической точки зрения Но и просто неверны по факту Если мы с вами вспомним историю Израиля, мы поймем, о чем я говорю То есть, первая и важнейшая заповедь Тары Это поклоняться исключительно Творцу То есть, не поклоняться никому и ничему, кроме Его И, соответственно, войдя в землю обетованную Бог повелел Израилю разрушить всех языческих богов Их капище И впредь не иметь ничего общего С этого поклонства Можно сказать, что план удался Конечно, на его осуществление ушло не одно столетие Но, по крайней мере, уже наверняка Ко временам пророка Исаии В Израиле прочно утвердился монотеизм То есть, единобожие поклонение Одному, единственному богу, Творцу неба и земли И этот монотеизм, конечно, проходил неоднократные проверки на прочность Например, во времена Антиоха и Пифана И во время восстания, простите, Маковеев В памяти которым и победы Маковеев В память о которой мы празднуем праздник Ханука И поэтому и римляне, кстати, тоже хорошо понимали Что с евреями связываться это дело непростое Что силой их принуждать к поклонению императору римскому Это крайне опасно Что масса евреев в этом случае расстанутся с жизнью Но не откажутся от единобожия И, между прочим, римляне требовали именно этого От других народов поклонения императору от евреев Они этого не требовали по этой самой причине И, таким образом, мы с вами понимаем Что, с одной стороны, закон вроде бы пошел Израилю на благо То есть, под начиском тех, кто продвигал единобожие Утверждал власть Тары Идолопоклонство отступило В конце концов И мы с вами также понимаем Что это было совершенно необходимо Для планов и целей божьих Как в отношении Израиля Так и в отношении всего мира Потому что иначе бы Мессия воспитывался И вырос, и воспитывался бы В среде идолопоклонников И, соответственно, он никоим образом не смог бы Жить по Таре Однако давайте уточним здесь один важный момент Мы говорим с вами сейчас об идолопоклонстве Явном, откровенном То есть, о языческих храмах Ритуалах И, то есть, грубых и видимых нарушениях Невооруженным глазом видимых нарушениях Первой из десяти заповедей И до тех пор, пока мы говорим О народе Израиля в целом И о его религии Как о чем-то государственном Официальном И коллективном Это действительно так То есть, времена, когда народ открыто Или в тайне Ставил истуканов и поклонялся Им канули в прошлое На праздник все, как один Дружно идут в Иерусалим В храм Поклоняться там Господу Богу Израиля В промежутках между праздниками Каждый шаббат идут в синагогу Где молятся псалмами И поют псалмы И читают и стары, и пророков И, в общем, лепотады и только, можно сказать Честно говоря, я сомневаюсь, что Все оно обстояло именно так на самом деле Но простоты ради Допустим, что дело было действительно так Все хорошо Однако, теперь Давайте посмотрим не на массу Не на Израиль в целом Глобально, так сказать Не как на единое целое, как народ А на отдельных людей И тут мы увидим, что все Совсем не так уж радужно Мы увидим, например, богатого юношу Которому Ишуа Очень наглядно и убедительно показал Что он только думает Что соблюдает Тару А на самом деле он не может соблюдать ее Потому что он не любит Господа Бога Всем сердцем и всей душой Всеми силами не способен на это Просто потому, что Значительная часть его сердца Уже занята его собственным богатством То есть, хотя номинально Вот, например, такой человек Он хороший еврей А реально-то он, получается Самый натуральный идолопоклонник Который служит Мамоне И мы еще с вами Приглядевшись вот так вот в микроскоп Увидим массу самых разных людей Которые, несмотря на внешне Добропорядочную И благопристойную Религиозность еврейскую Изнутри терзаемы греховными страстями Которые они абсолютно не в силах контролировать И, конечно же, которые не угодны Богу Израиля Я говорю сейчас не только о тех фарисеях Которых Ишуа назвал Крашенными гробами А о совершенно обычных Самых простых людях Таких, как мы с вами Что же все это значит? А вот что Закон хорош тем Что он может сдержать грех Но Лишь тот грех Который виден невооруженным глазом Он делает это с помощью страха Перед наказанием За грех Но страх перед наказанием Не меняет Человеческое сердце То есть не решает Самой основной Проблемы Тот самый Моше Через которого Господь дал Израилю Тару Знал об этом И понимал это очень хорошо В конце своей жизни Он сказал такие слова Они записаны в книге Второзакония 29 главе Вы видели все Что сделал Господь Перед глазами вашими В земле египетской С фараоном И всеми рабами его И всею землею его Те великие казни Которые видели глаза твои И те великие знамения чудеса Но До сегодня Не дал вам Господь Сердца Чтобы разуметь Очей Чтобы видеть И ушей Чтобы слышать О чем это говорит? О том что можно Быть свидетелем Великих чудес Невероятных Можно иметь Лучший в мире Божественный закон Учение Тару Но при этом По сути своей Быть таким же Грешным человеком Как тот Кто не видел Никаких чудес И не получил Никакого Закона И никакого Откровения вообще То есть Ни видимые чудеса Божьи Ни божественные Откровения Сами по себе Не решают Нашей основной Проблемы Они не меняют Наше сердце Потому что Лишь сам Бог Может дать нам Сердце Которое Разумеет Которое Понимает его Муше Понимал это Через него Бог дал Израилю Тару И при этом Он понимает Что Бог не дал Чего-то еще Сердце Кругого О чем это Говорит нам еще Еще это Говорит о том Что наказание Это лишь Способ Наказание За грех Это лишь способ Предотвратить Новые грехи Но не Исправить Преступника Возьмем Такой пример Наркомания Если бороться С наркоманией Методами Закона То есть Объявить Употребление Наркотиков Преступлением То наркоманов Которые Крепко сидят На игле Это конечно Не остановит Что они сделают Они пойдут На черный рынок Который Обязательно Будет К их услугам И единственный Позитивный Результат Этих Мер Будет в том Что страх Получить Статью За употребление Наркотиков Вероятно Остановит Кого-то Кто еще Не пробовал Их Но подумывал Об этом Теперь Когда есть Такая статья Эти люди Вероятно Решат Что может быть Не стоит И это очень хорошо Но у закона Также есть Негативный эффект Он усиливает Грех Может быть Наркование Для вас Неактуальный Пример И слава богу Возьмем Сквернословие А ну тоже Неактуальный Я надеюсь Искренне рад за вас Хорошо Возьмем Такой пример Который Возможно Для вас Тоже неактуален Но актуален Для кого-то Сплетни То что Сплетничать Грех Это знают Даже люди Неверующие Так что Об этом Говорить особо Нечего Тут нечего Обсуждать Однако Сплетни Как мы с вами Понимаем Это не преступление В юридическом Смысле слова И поэтому Формальный закон Тут ни при чем Но как мы боремся Вот например С такими грехами На которых нету Государственного закона Мы боремся С ними При помощи Неформальных Законов Что мы делаем Если например Хотим расстаться С грехом Распространения Сплетен Мы говорим Сами себе Все С завтрашнего дня Я начинаю Новую жизнь Ни одного Плохого слова Больше О ком бы то ни было В их отсутствии И вот Настало Завтра Вы встаете Напоминаете Сами себе О том законе Который вы Издали Сами для себя Вчера И начинайте Вождей Время от времени Некоторые слова Язвительные Колки Высокомерные Критиканские Они так и вертятся У вас на языке Но вы держитесь Молодцом Вы помните Вы приняли закон Это Говорить такие слова Это вне закона Это преступление Вы стоите на стреме Бодрствуете И молитесь И так может пройти День Или два Неделя Или даже месяц В зависимости От вашей силы Воли И обстоятельств И И вдруг Наступает Минута Слабости В конце концов Вы Устаете Быть Постоянно На чеку Вы Отвлеклись Что-то Вывело вас Из состояния Равновесия Короче говоря Наступает Этот момент Когда вы Невольно Произносите То самое Праздное Слово За которое Вы дадите Отчет В день Суда Кстати Это не я Придумал Это слова Ешо Он сказал За всякое Праздное Слово Которое Скажут Люди Дадут Они ответ В день Суда И вот Мы получаем Что Ваше Правило Ваш Закон Домашнего Изготовления Действовало Это правило Действовал Этот закон Но Недолго Ваша Греховная Природа Или Ваша Греховная Привычка Как Угодно Она В конце Концов Взяла Верх Над этим Законом И более Того В результате Вашей Отчаянной Борьбы Эта Привычка На самом То Деле Стала Сильнее Ровно Настолько Насколько Вы Серьезно Боролись С ней Почему Каким Образум Вы же Хотели Как Лучше А Получилось Как Хуже Каким Образум Потому Что Закон Усиливает Грех А не Ослабляет Его Когда Мы Говорим Не о Видимом Грехе А о Том Который Живет Внутри Нас Мой Пример О борьбе С привычкой Сплетничать Наверняка Покажется Кому-то Из вас Смешным И даже Наивным Для тех Из вас Кто знает Что происходит В самых Строгих И самых Консервативных Общинах И Церквях В тех Самых Где о святости И чистоте Говорят С инквизиторским Пылом Сплетни Это детский сад Семечки Конечно По сравнению С блудом И прелюбодеянием Спусканием рук Криками И руганью Злоупотреблением Злоупотреблением Духовной Властью Кражей Разбазариванием Общинных Денег Другими Ужасными Вещами Которые Сплошь Рядом Творятся В семьях И общинах Как христиан Грешит Не до тех Кто Страдает От этих Грехов Против Кого Грешат Ему Я уверен Есть дело И еще как Но вы помните Тот стих Из книги Исаии Где сказано И суд Отступил Назад И правда Стала Вдали Ибо истина Приткнулась На площади И честность Не может Войти Это в 59 главе Почему Происходит Такая ситуация Потому что В этих ситуациях Господствует Страх Те кто грешит Боятся Наказания Ага Страх перед наказанием То что производит Закон Они боятся Наказания За свои грехи Они боятся Последствий Кого то Снимут с должности Лишат зарплаты Кого то Оштрафуют Кого то Посадят По статье Кому то Дадут срок Условно Это крах Карьера Это крах Служения В кавычках Это огласка Это потеря Связей Положения И многих Других Благ Те кто страдает От этих грехов Они тоже боятся Они боятся Во первых Гнева Тех людей Жертвой которых Они стали Они боятся Огласки Стыда Бойкота Осуждающих Взглядов Разговоров За спиной Самый Главное Разрыва Отношений С людьми То есть Отверженности Одиночества Закон Устроен Просто Натворил Плати По счетам И в сфере Действия Законов Государства Это одни Меры Уплаты В сфере Действия Законов Жизни Общины Если Община Живет Именно По Закону Это Другие Меры Но На собрании Распускать Руки Никто Грех То Получается Что Нужно Отменить Их Так Что Ли То есть Отменить Закон Ты Предлагаешь Это Очень Соблазнительный Вариант И Многие Сегодня Выбирают Его Благо Благо На помощь Им Тут Как Тут Разные Стихи Из Писания Особенно Из посланий Павла Которые В одних Случах Неправильно Передены В других Случах Неправильно Поняты И Столкованы Стихи О том Что Иисус Христос Пригвоздил Простите Закон К своему Кресту Уничтожил Его И так Далее Повторяться Не будем Об этом Было Несколько Предыдущих Программ Однако Основной Вопрос Ведет ли Этот Путь То есть Устранение Закона К решению Нашей Проблемы Проблемы Которые Мы говорим Сегодня Проблемы Греха Это Очень Хороший Вопрос И Ответить На него Мы Постараемся В следующей Программе Оставайтесь С нами Спасибо Дорогие Друзья Шалом Мы Рады Приветствовать Вас На нашем Веб Сайте Оазис Медиа В 2013 Году В январе Мы запустили Этот проект И наше желание Было Выставлять Максимальное Количество Мессианских Видеоматериалов Чтобы Интересующиеся Могли Понять Рассмотреть И выучить Какие-то Аспекты Библии С еврейской Позиции Уверен Что это Помогает Вам У вашей Вере Чтобы Становиться И возрастать И понимать Писание Намного Больше Вместе С этим Я хочу Напомнить Вам Что Этот Волонтерный Добровольный Проект Мы ведем Выкладываясь Полностью И лучшие люди Работают Над ним Это стоит Нам денег Я Не очень Люблю Просить Но В данном Случа Обращаюсь К вам С просьбой Если Господь Располагает Вас Ни в коем Случа Вы ничего Не обязаны И вы Все-таки Захотите Пожертвовать Два Пять Три Доллара Сколько Захотите То При Множестве Это Усилит Наши Возможности Переводить Материалы С иврита Давать Вам Видеть Большее Количество Учений И я Уверен Что Это Будет Благословение И для Вас И для Нас Мы Создали Такую Возможность Если Вы Нажмете Вот На Эту Кнопку Донейт Пожертвовать И Войдете В нее То Там Будет Возможность Через Пейпал Систему Сделать Небольшое Пожертвование Это Будет Благословением Уверен Для Нас Уверен Для Вас Пусть Бог Благословит Вас Спасибо Что Вы Оазис Медиа Субтитры Семен Субтитры Семен Субтитры